Здравствуйте, я Тамерлан Магомедов и это проект на злобу дня, в рамках которого мы говорим о фейках, провокациях и откровенном мошенничестве. Циничное мошенничество наблюдается сегодня в сети, где неизвестные любители нажиться на чужом горе, быстренько объявили сбор средств якобы для оказания помощи дагестанским женщинам и их детям, вывезенным из Сирии. Дневную публикацию по этому поводу разместила у себя в инстаграм уполномоченный при главе республики по правам ребенка Марина Ежова. Стыдно и подло наживаться на детях и их родных. Дорогие женщины, хватит кормить мошенниц. Дети ни в чем не нуждаются. Их размещают в московских больницах и санаториях. Смотрят лучшие врачи, кормят пять раз в день. Какие еще бублики? Еще раз повторяю, у всех детей есть родственники, опекуны, которые вылетают в Москву и имеют все необходимое. Все наши пожертвования идут в карман бессовестным людям. Все компании финансируются из бюджетов по поручению президента. Летают за детьми сотрудники аппарату полномоченного и сама Анна Кузнецова. Все остальные просто мошенники. Берегите себя и своих близких. Немного позже она написала на данную тему еще одну публикацию. В этот раз уже более гневную. Ложь. Опять какой-то брат, не имеющий отношения к вывозу детей, распространяет в сети недостоверную информацию. Всем неравнодушным гражданам, откликнувшимся на призыв спасти сирот, конечно же спасибо. Но официально заявляется, у всех детей, даже у сирот, есть родственники и определены законные представители, опекуны. Ни один ребенок не останется без семьи, а тем более о детском доме речи быть не может. А вот распространение без разрешения персональных данных детей это уголовное преступление. Еще раз произойдет такой слив, разговаривать будут в полиции. Услышат ли Марину Яковлевну пользователи сети, наивно клюющие на подобные сердобольные воззвания с просьбой перевести денег, пока неизвестно. Однако предупреждать наших граждан нужно. Ведь по сути эти действия такое же хищение денег у добропорядочных граждан, как и действия другой категории мошенников, которые прямо воруют деньги с наших вами банковских карт. Просто в одном случае мы возмущаемся и идем в полицию, а во втором наивно полагаем, что совершили благое деяние. При этом следует помнить, что переводя деньги неизвестным лицам, мы рискуем невольно совершить преступление, проферансировав деятельность какой-либо запрещенной организации, в том числе и террористической. Не стоит забывать, что благие намерения обычно ведут в ад. Также стоит помнить, что в социальных сетях появились технологические платформы, которые позволяют осуществлять перевод средств путем простого указания идентификатора страницы, получателя средств и номеров счетов, банковских карт, кошельков или иных реквизитов отправителя. Таким образом, данный способ позволяет террористическим группам собирать денежные средства без привлечения дополнительных специалистов. Учитывая, что данный способ не требует документального подтверждения целей перевода и публичного размещения финансовых реквизитов и идентификационных данных получателей средств, существует вероятность, что средства, например, полученные в качестве материальной помощи от широкого круга лиц, могут использоваться для финансирования терроризма. Высокая угроза использования социальных сетей в интернете для финансирования терроризма также обуславливается высокой частотой выявления данных фактов в практике правоохранительных органов и финансовой разведки. К сожалению, заходя в интернет, сегодня нужно беречь себя не только от непроверенных аккаунтов в социальных сетях, но и от порой весьма солидных, на первый взгляд, сайтов. Так уже было в ситуации с фейком о словах Сергея Алимовича Меликова о рекламе, которые были вырваны не только из контекста, но и даже из временного пространства, когда они на самом деле были сказаны. Эти слова оказались брошены через вполне серьезные интернет-издания. Резонанс тогда был огромный. Удар по имиджу республики тоже очень значительным. Однако и журналисты, то ли ненароком, то ли специально допустившие такую ошибку, также оказались наказаны. К примеру, руководитель одного из федеральных агентств буквально через пару дней была вынуждена оставить занимаемый пост. Определенные перестановки немного позднее произошли и в нашей республике. Еще более дерзкий фейк на днях был вброшен через сайт федерального агентства новостей. Вдруг безапелляционно заявившего об отставке главы Махачкалы Салмана Дадаева. Соответствующее заявление он якобы написал еще в минувшее воскресенье, утверждало агентство, ссылаясь на некий источник, близкий к администрации дагестанской столицы. Свой наглый фейк горе-информационщики запустили в сеть, даже несмотря на то, что в городской администрации их до этого заверили, что столичный глава продолжает исполнять свои обязанности. Указав на то, что прислужба мэрии отставку не подтверждает и глава города работает в штатном режиме, они все-таки написали, что Дадаев якобы уже написал заявление об отставке и в ближайшие дни официально объявит об уходе мэра Махачкалы. Своё упорство в желании убедить всех в отставке Дадаева, агентство аргументировало словами о том, что недавно в регионе сменился глава, который, естественно, формирует свою команду. Салман Дадаев стал мэром при Владимире Васильеве, однако никакой отставки, несмотря на столь решительный анонс, так и не состоялось. Забавно, однако автор этого фейка, подписавшийся столь же фейковым, как и сама новость, именем Гасан Гасанов, был в тот же вечер идентифицирован. И так же, как и его вышеупомянутая предшественница, лишился работы. Далее его ждет юридическая ответственность в соответствии с новыми поправками в наше российское законодательство. Очерчен и круг организаторов запуска данного фейка. Соответственно, всем потенциальным авторам и даже заказчикам разного рода фейков и провокаций стоит тоже задуматься о том, какой конечный эффект могут иметь подобные публикации. В том числе, хотелось бы призвать коллег публиковать лишь проверенную информацию, ссылаясь только на те источники, которые имеют хотя бы фамилию и имя. Иначе может получиться очередной фейк, как это и произошло в случае с освещением недавнего возмущения жителей поселка Турали, где вышла из берегов местная речушка. Поспешившие за сенсацией журналисты некоторых изданий, недолго думая, дали непроверенную информацию о том, что силовиками якобы был использован следоточивый газ для разгона недовольных граждан. Позднее выяснилось, что газа не было, как и не нашлось достоверного источника, на который могли бы в данном случае сослаться жадные до сенсации наши коллеги. Остались лишь они сами, попав в очередной раз в просаг. Ну а у меня на этом все на сегодня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok